Ваши обсуждения представлены основные принципы организации хирургической помощи пострадавших в условиях чрезвычайной ситуации. Мы постарались выделить основные принципы именно организации хирургической службы при массовых поступлениях в чрезвычайных ситуациях. Основные принципы это использование стандартизованных, простых и доступных приемов медицинской помощи на основе единой доктрины, последовательности и преемственности. В связи с тем, что в настоящее время возросли тяжести повреждений, сложность, уровень оказания хирургической помощи повысился, сформировалось и получило мощное развитие анестезиология, реаниматология, интенсивная терапия. И организованные стали более хорошо или именно настоящим образом работать территориальные медицинские центры медицинных катастроф. Основные современные положения медицинской доктрины хирургии катастроф это, мы считаем, объем медицинской помощи, порядок эвакуации пострадавших, выбор лечебных мероприятий зависит не только от медицинских показаний, но и от сложностей обстановки, которая будет себя включать или включает массовость потерь, наличие медицинских сил и средств в данном месте, где произошла чрезвычайная ситуация и различные сопутствующие обстоятельства, которые могут возникнуть, угроза затопления, взрывы, химические поражения и так далее. Следующее, это максимальное сокращение этапов медицинской эвакуации. Это уже принцип был, в принципе, и давно от военно-медицинской доктрины, так и у нас он соблюдается и сокращается. Естественно, сохранение единого подхода к лечению ран повреждений, которые возникают в данной чрезвычайной ситуации. Приоритетное значение могут иметь мероприятия неотложной медицинской помощи на всех этапах медицинской эвакуации. Это шок, кровопотеря, асфиксия. О чем вот уже говорилось в докладе и Валерия Миновича о том, что как бы приоритетным в ситуации, чрезвычайных ситуациях, это оказание неотложных мероприятий. Специализированное хирургическое формирование службы медицинской катастрофы – это госпиталь, отряды, бригады, группы. Значит, при нашем центре создан многопрофильный госпиталь, о котором уже было доложено и в двух докладах, в связи с тем, что в настоящий момент у нас в мире возникают более локальные чрезвычайные ситуации. Поэтому для решения этих вопросов, особенно с хирургической точки зрения, создаются не только большие формирования, как вот было доложено Владимиром Ильичем, педиатрические госпиталя, хирургические, допустим, но и отряды, бригады и группы, которые будут и могут работать автономно или в составе других формирований. Полевой многопрофильный пол предназначен для выдвижения в зону ЧАЭС. Оказывает медико-санитарную первичную врачебную и специализированную хирургическую помощь. За сутки данный госпиталь может принять около 250 пострадавших. На данном слайде вы видите также вариант использования двух госпиталей. Это группа, часть нашего многопрофильного госпиталя и аэромобильный госпиталь центра СПАСа. Это вот события были в Пинчжоу, в провинции Сичуань, Китайской Народной Республики, во время землетрясения, где работали совместно как наш госпиталь, так и госпиталь центра СПАСа. Ну как уже я говорил, что все вот эти формирования в виде госпиталя, группы, отряда, они содержат основные подразделения. Это приемно-диагностический модуль, в котором происходит диагностика пострадавших, перевязочный модуль, где выполняются малые операции, операционные, где в основном выполняются большие операции для, и оказывается, медицинская помощь тяжело пострадавшим. Реанимационный модуль, также где оказываются разные виды медицинской помощи и госпитальное отделение, которое предназначено для последующей эвакуации, потому что все наши госпиталя, которые выезжают в чрезвычайную ситуацию, они работают не более двух недель. И за этот период мы как бы не успеваем полностью вылечить всех пострадавших, поступивших, а оказываем медицинскую помощь соответствующую, доводим до транспортабельности и переводим в различные лечебные учреждения по договоренности. Бригады специализированной хирургической помощи формируются органами управления здравоохранения на базе республиканских, краевых, областных больниц, городских больниц скорой помощи, клиник, медвузов, научно-исследовательских институтов и специализированных центров. Комплетуются из ВСК квалифицированных специалистов на добровольной основе. Сроки выезда вылета не позднее 6 часов. Режим работы в сутки 12 часов. Сейчас я представлю именно хирургические бригады, которые мы можем формировать со своими задачами, конкретно по определенной специальности и их состав. Вот на данном слайде представлена хирургическая бригада, ее состав и за 12 часов в среднем могут быть выполнены 10 оперативных вмешательств. Травматологическая бригада со своими задачами, которые оказывает, видите на слайде, и ее состав. За 12 часов рабочего дня он также оказывает около 10, может оказать оперативных вмешательств. В среднем, естественно. Нейрохирургическая бригада также со своими задачами, которые они выполняют, и ее состав. Здесь уже нейрохирургическая бригада за 12 часов может выполнить около 6 оперативных вмешательств. Ожоговые бригады со своими задачами могут выполнить работу за 12 часов около 30 оперативных вмешательств. Ну вот, естественно, с учетом того, что различные объемы термических поражений, которые могут наблюдаться у пострадавших. Детская хирургическая бригада, которая может выполнять данные задачи среди пострадавших в чрезвычайных ситуациях, около 25% составляют дети. И вот более подробно, как уже докладал Владимир Ильич, вы слышали, ее состав приблизительно может быть представлен в таком виде. За 12 часов также около 10 оперативных вмешательств выполняется. Акушерская гинекологическая бригада со своими задачами, потому что при чрезвычайных ситуациях также оказывается помощь и женщинам, и беременным, которым необходимо оказывать различные помощи. И в течение, допустим, тех же двух недель, которые мы находимся в зоне ЧАЭС, поступают различные обращения со стороны местного населения, где мы находимся. Поэтому ее присутствие также как бы очень необходимо. За свою работу они могут в течение 12 часов оказать помощь около 50 пострадавших. Также могут формироваться другие бригады, я уже не буду останавливаться по составу и задачам, анестезиологическая и аниматологическая, именно в своем виде и для определенных задач, потому что они предназначены для тех районов, где выбыл, допустим, медицинское какое-нибудь учреждение, которое не могло справляться. Это офтальмологические, отолерингологические, челюстно-лицевые и другие. В структуре санитарных бактерий более 50 от общего числа пострадавших составляют сочетанные множественные комбинированные повреждения. И при массовом поступлении пострадавших на этапах медицинской эвакуации принцип индивидуализации, диагностики и лечения невыполним. Необходима стандартизация, унификация медицинской помощи на основе медицинской сортировки пострадавших по группам. И в заключении хотелось бы отметить, что в условиях полевого многопрофильного госпиталя, представителем которого являюсь я, укомплектовано высококлассными специалистами, оснащенными современной аппаратурой, возможность оказывать первичную врачебную и специализированную хирургическую медико-санитарную помощь, использовать современные методики и технологии, что дает значительное расширение диагностических и лечебных возможностей госпиталя, и последнее, это первичная врачебная и специализированная хирургическая медико-санитарная помощь в работе госпиталя, реализована в Всероссийском центре медицины и катастроф, где использована для оказания этой помощи населению в условиях любой чрезвычайной ситуации и восстановления инфраструктуры здравоохранения пострадавшего региона при пролонгированной катастрофе. Благодарю за внимание. Спасибо, Анатолий Михайлович.